Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. 18 числа этого месяца в Харькове должен состояться антикоррупционный форум, третий в серии антикоррупционных форумов, которые проходят по всей Украине. Форум, который инициированный Михаилом Саакашвили. Я бы, конечно, хотел сказать, с уверенностью пройдет, но как раз в этом-то вся и загвоздка. Пока этой уверенности нет. Почему так происходит и о том, собственно говоря, что будет происходить на самом форуме, поговорим сегодня с самим Михаилом Саакашвили, который с удовольствием представляем. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Я вас представляю просто в Харькове Саакашвили, хотя я просто не уверен, в какой ипостаси вы на данный момент находитесь. Ну, сейчас я на день в отпуску, на самом деле, но я думаю, форум пройдет, однозначно не вызывает это никакого сомнения, будет, произойдет в Радмире, в этом экспоцентре в 6 вечера, хотя там люди уже начнут приходить в 4-х, потому что там заранее есть такой формат, когда мы собираемся с людьми, обговариваем их предложение. Конечно, мы хотим привести многих депутатов, не депутатов, просто известных людей, послушать людей. Не просто сами себя показать, как покрасаваться, как обычно, а просто. Это, в первую очередь, наша цель послушать людей, поговорить о злободновенных проблемах, там, где мы туда-гуда приезжаем. Я думаю, что следующее, что мы сделаем, из Харькова объявим конкретную программу действий, которая, в принципе, должна привести к смене политической системы Украины. И у меня сомнений нет, что так и будет. И что, что Харьков будет инициатором, это очень важно, потому что Харьков по интеллектуальному потенциалу, по человеческому потенциалу, который абсолютно неадекватно пока что используется в целом Украине, я думаю, что он должен играть гораздо большую роль. И если это движение начнется не как-то радиационно с Киева или, допустим, с Запада, при всей моей любви игроков, допустим, ко Львову, но с Харькова, это очень важно. Потому что просто это показывает новые реалии Украины, новую конфигурацию Украины и в целом отражает ее реальный потенциал. Вот давайте о главном, на мой взгляд, о том, что хотелось бы спросить, вопрос, который не только у меня, собственно, вертится на кончике языка буквально. Я смотрел вашу речь, завершающую Киевский форум, так? И у меня четко сложилось впечатление, что это речь лидера политической партии на учредительном съезде партии или, ну, как минимум, перед началом какой-то очередной кампании, не знаю, парламентской, президентской, любой кампании. Потому что это была откровенно политическая речь. Ну, конечно, это была политическая речь. Я же не собиратель бабочек, я по профессии политик. Вот в этом смысле и вопрос, собственно, это политический проект, это начало партии, это восстановление. Слово политический проект вызывает у меня аллергию, честно говоря, потому что все так называемые, потому что многие из партий, они на так называемой партии в Украине, реальных партий, практически раз-два я обчелся. Это раз. Во-вторых, они всегда начинают под контакт, именно как политический проект. То есть тут есть олигархат, который считает, что любой человек может вознести и потом убить, когда он надоест или там, когда он не будет выполнять свои обязательства. И они это называют политическим проектом. То есть можно всякую чушь продать людям и потом в какой-то момент от этой чуши избавляться. Но я думаю, что это не так должно быть. Я думаю, что мы должны поменять всю политическую систему Украины. Это означает, что поменять теперешнюю систему партийную. Одна система основана на том, что люди перекрасываются. Поменять одну партию на другую нет никакого смысла. Люди бегают за одной в другую. Вчера они бегали с Георгиевым стричками, сегодня с желтым флагом. Завтра, если понадобится, и следующая партия правящая будет серо-буро-малиновый, они будут быстро перекрашивать серо-буро-малиновый цвет и будут то же самое проповедовать. Главное, чтобы никто не трогал их привилегии. В результате каждая следующая партия не трогает прежних. Все, что прихвачено, то прихвачено. Все, что преступление, чем больше совершил, тем больше награбил, тем больше ты удержишь. Мы все знакомы с этими правилами. Поэтому, естественно, это политическое движение. Но это не партия. Во-вторых, у нас нет выбора, по большому счету, на дворе. Так что, к каким выборам мы должны готовиться? У нас следующие выборы там... Хотя, я думаю, что народ должен подать стимул мощнее очень правительству. В Верховной Раде я больше считаю и президенту, что нужно менять фундаментальные правила игры. Нужно менять однозначно, фундаментально обновлять правительство, фундаментально менять все правила игры. Я сейчас сюда шел в метро. И по метро там, ну, просто Мерия Хакова не разрешила информацию про этот форум размещать на вагонах. И хотя там всякая чушь есть, я смотрел там много объявлений, например, про лечение всяких там не очень хороших болезней. Но про болезнь коррупции, как ее лечить, как, по крайней мере, наше предложение, они там не разместили. Поэтому, когда мне об этом пожаловались, там, на комитет, там, я туда спустился сам, с людьми поговорить. И люди очень... Ну, я с людьми все время говорю, просто Харьковское метро еще не доводилось. И очень похоже, кстати, на Твилисское метро. Видимо, в Советском Союзе это просто штамповали. Но это количество жителей, они ведь очень похожи, просто копии. Но просто люди все более и более радикализируются. И когда вы спрашиваете про партию, у нас представители разных партий. У нас самопомощь, у нас подкипщина, у нас там демальянс, есть такая партия, сила людей есть такая партия. И у нас люди БПП. Всякие, всякие. То есть, если бы это была одна партия, то не пришли бы все разные люди, как бы вместе, потому что есть не время просто говорить о тех людях, которые чувствуют в существующих партиях, что все надо все равно менять, систему менять. Они каким-то образом объединились. Я думаю, что с много-много лет, может быть, со времен начала оранжевой валюте, столько разных сил в Украине не объединялось вокруг, ни под кого-то, потому что это невозможно. Я никогда бы не имел претензий, чтобы кто-то подо мне объявлялся. Я абсолютно аутсайдер для украинской политической системы. И было бы глупо и нагло на это претендовать. Но вокруг идея, что все надо менять. Потому что в этом деле мы абсолютно союзники со всеми. Если совсем хорошо конкретизировать, уточнить, упростить и предельно короткий, четкий ответ. Вы создаете новую политическую партию? И собираетесь ли вы возглавлять эту партию, чтобы участвовать в политическом процессе? Нет, это не партия. Партия однозначно. Однозначно я буду участвовать в политических процессах. Это не вызывает. Нет, это не партия. Я еще раз повторяю, потому что там в разы партии, они бы не пришли, если бы они думают, что они приходят в партию. И это правильно. И я буду участвовать не просто... Я не могу участвовать в том, что сейчас есть обычный... То есть я не приемлю этих правил игры. Я хочу со всеми, кто не приемлет этих правил игры, их поменять. Когда мы их поменяем, я буду более чем счастлив, потому что появится много новых людей. И тогда результат достигнут. А вот у меня тогда вопрос, как менять эти правила игры, потому что есть, в принципе, два, по большому счету, стратегических пути. Или это вписаться в ныне существующий политический процесс и менять эту систему. Не знаю, кушать слона постепенно, менять ее постепенно как-то. Либо это революционный, радикальный процесс. Но тут уж я вообще не знаю, честно говоря, есть ли возможности как-то это все организовать. Потому что, да, против коррупции настроены решительно многие, хотя 60% украинцев считают это настолько обыденным явлением, что даже и нет смысла, наверное, где-то обороться. Какой путь вы выбираете? Каким образом менять политическую элиту, политическую систему, если не участвовать? Знаете, я, во-первых, считаю, что украинцы по своей природе очень потенциально, очень по заказу, по суше и порядочные люди. Я все время в Украину поступил в высшее учебное заведение. Не просто потому, что я очень мечтал учиться международным отношениям. Это был один из двух дипломатических учебов в Советском Союзе. Но только потому, что в моей стране, тогдашней моей республике Грузия, без денег почти невозможно было никуда поступить. Я проучился без единой, никому ничего не давая, 5 лет, в армии еще 2 года было, но 5 лет я проучился. И когда я помню руководителя своего диплома, который уже сдал, я уже сдал диплом, защитил его, там все, я красный диплом закончил. И когда уже выходил, когда уже уходили, так привез из Грузии коньяк какой-то, чтобы просто подарить. Ну как просто, маленький признак внимания. И он гнался за мной через весь полцентра Киева, через Бурбашевченко, Парк Шевченко, чтобы это обратно отдать. Вообще не было коррупции в Украине. И это все возникло в 90-х годах особенно. Началось это с Медведчука, когда он стал руководителем администрации, вообще всю элиту политическую. И поэтому я не считаю, что это часть народного менталитета. Однозначно, Грузия это гораздо была большей частью. У Грузии с коррупцией имеет дело. В начале моего президентства в вопросах говорило 98% людей. В конце моего президентства менее 1%. То есть, если у Грузии возможно было, у Украины я совершенно уверен, что это возможно. Каким методом? Естественно, надо фундаментально обновлять. Фундаментально обновлять правила игры. Сейчас, например, у нас госаппарат не получает зарплаты. Это же открытый секрет, что все они живут на нетрудовых прибыльных доходах. Никто не получает зарплату. Что 200-300 долларов, это не зарплата. У нас депутаты получают, а сколько там? По 300 долларов. Глава администрации президента, по-моему, у него высокая зарплата 400 долларов. И не все министры, все совместители, все наши... То есть, первое, надо из этого лицемерия избавляться. Надо забирать деньги, бюджет, набрать новых людей полностью, госаппарат. По крайней мере, больше 90% точно нужно поменять. Это статальная иллюстрация. Это не иллюстрация, надо привозить новых людей, которые будут нам новых правил. Человек, который я убедился, вот позавчера я уволил своего советника в Одессе, там до этого, я бегал, я постоянно по СБУ, прокуратуре говорю, что ловите их. Поскольку мы с ними не участвуем в коррупции, то мне легче. То есть, как они раньше в других местах, в Одессе как раньше было, собирались деньги, приносили к человеку, он там распределял, там, среди прокуратуры, там, разных, там, ведомств. А поскольку эта система полностью разрушена, то у них руки чаще высокая. Я их поощряю, ловите их, ловите, меня словите, если хотите, всех ловите. И арестовали главу департамента, арестовали нас мейная прокурора, нас арестовали главу милиции города Одесса, это глава миллионного города, давно уже, я не знаю, когда арестовали украинец по личным. Арестовали, значит, еще нескольких там очень высоких должностей, в том числе главу департамента. Сейчас я сам, мы исправили внутреннее обследование, я уволил свое соведение. Почему я это рассказываю? Я еще раз убедился, что люди, которые имеют долгий опыт работы в госструктурах, есть редкие, однозначно есть. Но, как обычно, их перевоспитать невозможно. Поэтому, когда, и когда, если человек уже госаппарат, на 120 долларов работают последние 2-3 года, кто мне может рассказать, что они там на своем жирном слое живут, на накоплениях? Конечно, это не так. И реально, или мы должны начать собирать налоги, иметь настоящий госаппарат, иметь открытую для системы. То есть, если человек один раз какую-то бумагу взял, нельзя его с него второй тратить. Мы даже сократить налоги однозначно, потому что это, в Крузе мы сократили налоги на 60%, и мы увеличили госбюджет в 11 раз. То есть, не говорили, вот вы сокращите налоги, это конец вам, все, ничего хорошего. Потому что в 11 раз увеличился госбюджет. За счет легализации люди начали платить чисто, все были защищены, все были довольны. Ну, никто никогда не доволен, как от соплатить налоги, но у нас налоги были, мы были четвертой самой необремененной страной в мире. Украина по налоговому премию, по согласию Минобанку, одна из самых обремененных стран, ну не может эта страна, в Украину превратили в последние 2 года самую бедную страну Европы. Раньше Молдова имела, когда говорили Молдова, вот говорили, а Молдова это самая бедная страна в Европе. Вот так ее узнавали. Никто особо не знает в Европе, где Молдова, но под тенью Румынии, там, Большего Советского Союза, при всем уважении к Молдовановым, это так было. К сожалению, кто самая бедная страна в Европе? Молдова. Кто сейчас самая бедная страна в Европе? Эстафета перешла к Украине. Ну, по каким критериям? Ну, это стыдный срам. Даже вот на таком маленьком отрезке Уссори, какой потенциал, оставим только сельскохозяйственный потенциал, или там природный ресурс, или индустриальный потенциал, человеческий фактор. Только айтишников в Харькове одни из самых лучших школ в мире. И чем мы занимаемся? Чем мы с этим айтишником занимаемся? В милициях бегала какая-то мамка, следователь по освобождению, который сейчас уволил от декануэти, который занимался только этим. Абсолютно неграмотный человек. Ну, очень тесно связанный с коррупцией. И гонял наших грамотных гений, этих айтишников. Гонять, как гонять, так грамота особо не нужна. Просто именно Шарикович Шмондер нового украинского государства. И поэтому, когда есть, пока у нас есть мамки, сейчас, кстати, мамки уже нет, слава богу, но таких мамок еще много. У нас сейчас в Одессе ореховая мафия. Мы, одесская таможня, говорит, все, пропускаем от рехи, потому что обычно все, берут каждую фуру, там, 20-30 долларов, и ничего не попадает в бюджет. Я говорю, платите им бюджет, идите, идите. Так вот, они создали, ну, Одесская прокуратура больше не задерживает, милиция больше не задерживает, а таможня больше не задерживает. Так вот, пропустила таможня груз, а этот грузовик поехал в Румынию. Значит, экспортировать орехи, ну, они собирают участок. Ночью водитель засунул на какой-то там стоянке, утром просыпается, колесо опущено, и на него над головой стоит следователь, извиняюсь, прокурор из Киева, с СБУшника, говорит, вот мы тебя словили, и ухвала судебная. Привели его, арестовали. Потом пошел владелец в суд, снял ухвал. А мне все равно, платить деньги. Это кто был? Заместитель прокурора области Киевской, в котором вместо корница, корница бриллиантового прокурора, его сняли, вроде должны были посадить, ну, пока еще на свободе гулять. Вместо него назначить человек, который точно такой же корнец. Вместо Смега Реннича, там, одну голову отрезал, вторая вырастает. Об этом говорю. Если не менять систему, будет один корнец, будет второй корнец. Кто должен... Будет одна мамка, или один мамка, второй мамка. Хорошо это делать, ну, условно, хорошо, конечно. Хорошо это делать, когда в стране есть, не знаю, авторитарная власть. Есть восточный опыт. Это та же самая история, там, в Сингапуре или в Китае. Чиновник изначально получает маленькую зарплату, сталкивает коррупцию и так далее. Появляется некто или некая политическая сила, которая очень жестко завинчивает гайки, начинаются расстрелы, посадки и так далее. С коррупцией ситуация налаживается. У нас это не пройдет. Я помню, Сингапур, много раз я знал основателя Сингапура и я хорошо знаю его сына. Они, во-первых, никого не расстрелировали. Они сажали. Ну, какое-то время сажали, не то особо. Но там, в Сингапуре, конечно, своя специфика была. Грузии, кто бы нам не говорил, когда возникли массовые демонстрации против наших реформ, мы провели реформу. На первых выборах я победил после революции. Я победил 94%. Все были забыли. Потом, многим не понравилась реформа. Маленькая страна, опять, миллионов человек даже нет, 5 миллионов. Мы в центре Тбилиси уволили 100 тысяч чиновников, всяких там. Они все жили в центре. Естественно, мы их никуда не ссылали. Они там жили в своих квартирах. Там они ездили на своих хороших машинах на митинге, в шубах и бриллиантах. Они устроили массовые выступления. После чего, за полтора года почти до окончания моего президентского шрока, я сказал, ладно, вам не нравится, я ухожу в отставку. Но пусть народ решает. Второй раз хочет продолжить реформу. Я 53% получил на вторых выборах, с трудом пролез, потому что 53-94 разные вещи. Но у меня еще было несколько лет, не дало, чтобы проводить реформу. Мы проводили 8-9 лет реформу. Но почему это мы сделали? Потому что мы верили. У нас была большая группа людей, у которых корели глаза, и мы считали, что получится. Фактор политической боли. Я вижу, что многие в этой политической, так называемой, элите Украины вообще не верят в будущее своей страны. Может, они любят эту страну, может, не любят. Я думаю, что многие из них даже не любят, особенно не любят. Но не верят в ее будущее. Когда они все норовят, так все деньги взять и куда-то там вывезти, там свои детей вывезти, там постоянно на любые праздники, они там не сыщутся, они все на курортах. Это же показатель чего-то. Я тоже люблю ездить, если есть возможность. Но всегда меня тянет туда, куда я считаю себя реализованным. Вот они все, несмотря на то, что они много денег награбили, или там заработали, они считают себя реализованным. Они считают, что у страны будущее. Поэтому я вот, почему я сейчас полон надежд, вот в этом движении, на самом деле, вот мы вчера тоже собирались, ребята, там вечером в Киеве, просто много идеалистов, много людей в горячем глазах. Это узнаем мой опыт, более молодого моего возраста, когда собрались просто энтузиасты, которые свято поверили, что это возможно сделать. Это обязательно возможно сделать. Сегодня я в метро обходил, женщина ко мне подсела, говорит, с маленькой девушкой, девочка солисткой, потрясающая девочка с такими золотыми волосами, и она тоже симпатичная, но она говорит, и она просто сверстела рядом, и она говорит, я потерял работу, мне нечем ее кормить, но она говорит, но я уверен, что это все временно, я уверен, что мы преодолели, то, что она сказала, мы, не то, что вы помогите нам, мы, это мы было для меня очень важно, потому что есть в нашем обществе эта энергия. Хорошо, давайте тоже будем в какой-то степени идеалистами, с горячими глазами, поверим, что коррупцию победить в нашей стране можно, и будем надеяться на то, что так оно и есть. Хотя я признаюсь, я вам гарантировал, что в Одесской области сейчас руководство таможни, прокуратуры, милиции, полиция не берет, руководство, да, не берет, а если берет, то его хватает. То есть, вертикаль мы сломали. Так, сколько мы продержимся, я не знаю, если честно, то есть эти люди, которых мы удерживаем зубами, там, они долго не продержатся, если мы не будем на уровне государства получать реальный бюджет, платить реальный заплат. Вот Грузия была бедной страной, но мы платили своим министрам по 5-10, по 5-7-8-10 тысяч даже доллар в месяц, и зато бюджет увеличился в одиннадцатый, и люди не протестовали. Когда они видели, что их пенсия тоже увеличилась, она, конечно, не была там, она была что-то чем-то долларом, но она ушла туда, там, с 7 долларов. И когда они видели, что как только эти министры заработали честно, то их пенсия тоже увеличилась, там, в разы. Они увидели, что дороги везде хорошие построены, они видели, что-то зимой, зимой чистили, я сюда приехал, чуть несколько раз не сопосказался, но я не должен, как выбрал бы тротуар, у нас чистились тротуары, какая бы ни была погода, у нас построила новая инфраструктура, у нас построили 150 новых с иголочки больниц, где лечение для людей было бесплатно, самая современная система на постсоветском пространстве. Когда они все это увидели, они готовы были терпеть, что у депутатов, у министров реальная зарплата, которая реально покажет. Но зато никто из моих министров богатым не стал. Они жили на этих нескольких столах, им хватало, когда они там были. Это честно, но никто из них не построил большой дом, никто из них, тем более Монако, но и Грузии не построил. У меня для теперешнего правительства Грузии, которая возглавлялась к самым частным акценам Газпрома, арестовала мою имущество, знаете, сколько это? Два гектара, гектара 800 чем-то, то есть менее 2 кг виноградника. Я обожал свой виноградник, но это максимум, что мог позволить президент. Тем более министры не могли даже этого себе позволить. Вот конкретный механизм, с чего начать и как начать. Я понимаю, что у вас там где-то должна быть презентация программы конкретных действий, если можно, такой небольшой спойлер, что называется. Как это все сделать? Куда одномоментно убрать, по мнению министра юстиции, самый коррумпированный орган власти в нашей стране Верховную Раду? Вы много чего уже рассказывали про кабинет министров, тоже моменты связанные с коррупцией. Да все, собственно, все пальцы можно сгибать, олигархи, все-все-все на свете. Куда это убрать одномоментно? Потому что если не убрать одномоментно все сразу, то одно поглотит все равно, породит опять другое. Это надо... Во-первых, в Верховной Раде сидят политики. Многие из них, политики, они реагируют на общество. Когда они увидят, что общество сомкнуло свои ряды, что общество объединено, что общество не терпит и не будет закрывать глаза на то, что они делают, я уверен, что они на это будут реагировать. У нас было два майдана. После того, что второй майдан сделано, у нас было революционное изменение в стране, то есть революция была, но у нас не произошло никаких революционных изменений. Более того, потому что людей считают, что сейчас коррупция хуже, чем была. Реально хуже. Так считают люди. Потому что раньше была коррупция, но вопросы решались даже про коррупцию. Сейчас и вопросы решаются, и коррупция даже больше стала. Вот так. Многие так считают. Поэтому, несмотря на то, что там какие-то изменения, каких-то отдельных этих, реально восприятие людей, а восприятие людей, оно всегда более безошибочно, чем какие-то формальные показатели. Поэтому мы говорим о том, что единственное, что сдал этот второй Майдан, это было то, что люди поверили в свою силу. А элита поверила, что люди имеют эту силу. Поэтому, когда они на этот раз организуются и скажут, что мы вас привели, а вы нас... Хотите, я вам скажу, что произойдет? Извините, обманули. Будет пять партий, которые выдвинут первым лозунгом своей политической программы, старых партий пять, которые выдвинут лозунгом борьбу с коррупцией. И Мишта не поверит. Да поверит, потому что у нас ведь... Им никто не поверит. Им никто не поверит. Все очень просто. Как только ты, допустим, в джижение мы подпускаем, чуть-чуть людей скомпрометировавших каким-то образом, все все знают. Моментально все красные лампочки включаются, говорят, это откуда взялся, это откуда пришла. А вы что, не знаете, что у нее там с агородом пятиэтажный дом и это самое? А вы что, не знаете, что я там записал декларацию, что ему два миллиона долларов бабушка оставила? Моментально люди все знают. Так, а люди все все знают. Вы же не открываете никакой Америке. На самом деле, все, что вы говорите на форуме, все все прекрасно знают. Но голосуют все равно за тех людей, которые все строили. Нет, у нас все что было на последних местах выбора? Просто люди не пришли. Реально, что было? Пришло меньше 30% большинства мест. У Харькова чуть-чуть больше 30%. И на местных выборах всегда голосуют люди более старшего поколения, которые выбирают, привыкли за эти десятилетия выбираться из двух зол. Ну, привыкшее зло, оно лучше, чем такое. Но, если реально показать альтернативу, не 30% придет, придет проголосовать 8%, и будет совершенно другой итог. Но перед тем, как мы подойдем к этому голосованию, мы должны мощный импульс послать всем. В Верховной Раде, президентской власти, президенту, естественно. Ну, правительству, тут нечего послать, правительству, нужно просто послать, извините. Что все в этом обществе нужно менять. Мне кажется, вы все-таки в большей степени идеалист, чем я. Но это, на самом деле, наверное, и хорошо. Спасибо вам большое, что сегодня были господи. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Спасибо, что смотрели на сегодня. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok